Всем привет! Давненько мы с вами не виделись. Всё причиной очень одна интересная ситуевина, которая случилась с посылками. Распаковки давно не было, по одной простой причине. Я очень ждал, когда придёт одна вещь. И она пришла. Но случился очень интересный казус. Вещь была куплена на интернет-аукционе. Да уже и скрывать нечего смысла этой названия. Это был видеомагнитофон, который я купил для оцифровки. С шестью головками, со скартом. То есть из него можно компонент брать по сути. Всё бы нормально, но пришёл он, к сожалению, не рабочим. Вскрытие показало, что внутри находится кассета. Механизм весь в какой-то непонятной жидкости, скажем, смазке условно. И кассета, застрявшая там, самая интересная, показалась сугубо взрослым контентом, судя по названию, которое было у неё сверху наклеено. Продавец, говорит, я ничего не знаю. Предлагает новый видак, который у него выставляется также на аукционе. Но почему-то каждый раз он его предлагает, но каждый раз он его перевыставляет, когда только истекает у него срок аукциона. Вот, и он мне, он, короче, предложил, я вроде как согласился, но изображение на видео, которое я попросил предъявить, чёрно-белое. Я говорю, показывает цветное. И вот он меня уже пять дней кормит тем, что завтра я кассету найду, где в котором в цвете записано. В общем, сегодня я ему уже установил ультиматум, до вечера, если он не предоставляет, я просто возвращаю деньги. Потому что это завтра уже откладывается на слишком большое количество времени. Видеомагнитофон тот, который он прислал, он не работает. В нём просто стопорится механизм, из него ни кассету не вынешь, ни руками, никак. Так, в общем, из-за этого очень долго был в ожидании, и не было выпуска новой открывашки. Причём некоторые посылки тут уже теплятся, я не знаю, неделю или полторы точно. Ну да ладно. Второй, в принципе, причиной было ещё, что посылки все у меня из разных мест, и они приходятся в разные края города просто мотаться за ними. Первая посылка будет из Читай-города. Ну, так как там Читай-город распаковывает посылки, девушка там сидит сразу. И на наличие товара. Она у меня не в коробке, она у меня в рюкзаке. Сейчас начнём вытаскивать торжественные ништяки. И первый это Мистик. Тишина, это последний том. Хлава Фанзона, они наконец-то до конца выпустили серию. Это каждый раз, когда выпускают серию до конца у нас в России, это маленький праздник просто на всех. И Мистик вот, в принципе, и закончилась на этом. Кстати, меня вот постоянно поражает то, что у Фанзон, книги в твёрдом переплёте, качество неплохое у книг, и стоит 526 рублей. Это хард. Хотя, вспомните, сколько стоит вот эта вот вещь. Вот эта вот вещь. Которую я уже устал собирать. Кстати, на этой неделе задержался выход следующего Дэдпула от Ашета. Вчера я заходил в ларёк, сказали, поставок не было. И, наверное, выйдет в середине вот этой недели. Мы вам позвоним, в общем. Следующий это Харли Квинн. Поцелуй на вылет. Третья книга. Вообще, вот, в этом году, в связи с выходом отряда самоубийств, на самом деле, уже начинает она так раздражать, Харли Квинн. Даже день Бэтмена, который будет вот в середине сентября, он приурочен опять Харли Квинн. И вот эта массовая истерия уже, как бы, да, когда был первый поток всех этих косплеев после фильма. Да, ещё люди как-то, ну, я не понимал людей, когда они возмущались. Но теперь это уже просто пипец какой-то. Это уже всё надоело. Следующая вещь тоже от Азбуки. В принципе, неплохая. Injustice. Боги среди нас. Год первый, книга вторая. Только-только я вот закончил игру. Ну, как только-только. Недавно. Мокло месяца, наверное, прошло. Или полутора. В принципе, сюжет интересный в игре. Вот до комиксов я всё никак не доберусь, потому что дел всяких навалом. Тут ещё семье хватает своих забот. Вот. И, по-моему, здесь... Нет, не всё. Не всё. Забыл. Сингл. Бэтмен. Игра с огнём. Часть первая. Также от Азбуки. Отправляем его сразу, наверное, на полочку. Девные синглы лежат. Азбуковские. Как-то всё подавалось. То, что Азбука возродит синглами. Как сказать... Сингловый сегмент рынка. Ну, что-то... Кроме них, по-моему, никто не выпускает. Ну, и... Новелизации, новелизации, новелизации. Но не фильмов. Железный человек, латная перчатка. Вот почему-то у меня какое-то ощущение, что вот не хватает нормальных комиксов по Железному человеку. Но не хватает. Вот как был он экстремис. Наверное, всё, что я читал, это самое ещё более-менее адекватное. И всё. Больше... Я так о Железном человеке, чего-то вменяемого не увидел. И всё. С читай городом разобрались. Следующая посылка у нас от... Моего любимого магазина. Fast Anime. С обитались мальчиком. А тут, наверное, я без ножа не обойдусь. На этой неделе, кстати, стало известно, что на Comic-Con приедет James O'Bar и что-то меня грузь взяла. Я, походу, туда не попаду. Единственное, вот в прошлый раз он был у нас, по-моему, года три назад в России. И была такая ересь, что обязательно нужно что-то купить, когда идёшь к нему на подпись. И вот это меня прямо бесануло тогда, я помню. Очень сильно. Я как бы купил, допустим, комикс его. Причём у меня есть Ворон. Несколько... Все книги, которые там были, выходили от Харпер. Да, от издательства Харпер. Есть комикс. Оригинальный специ... Ну, не оригинальный, он уже специальное издание. Это переиздание было. И почему я как бы уже заплатил автору, я купил его комикс. И опять надо заплатить. Вот, непонятно. Единственное, конечно, хотелось бы мне в Харде его иметь. И скетч, и тогда... Тогда я ещё помню, после его приезда, кто-то из пользователей, посетивших, писал ВКонтакте, что, мол, он там очень одиноко сидел. Ну, когда скетч 2,5 тысячи, конечно, и ты не подписываешь тоже за то, что и так фанаты заплатили. Не распечатали. Сами там хендмэд какой-то купили. Я в Австралии покупал свой экземпляр. Из Австралии он мне шёл. И ты не хочешь подписывать, откуда ещё могут быть... В принципе, я не знаю. Вот как-то на Бигфесте не было таких заморочек. Почему-то на Комиконе постоянно какие-то такие проблемы. Я согласен, что автора надо уважать. То есть приобрести. Приходишь ты там с его работой, да. То есть ты купил эту вещь, ты как бы уже какой-то... Что-то положил в его карман. Ну, блин. Конечно, я там сейчас в комментариях уже начитал, что люди, некоторые меня просто поражают. Я напечатаю плакат и приду с ним. Ну, зря ты на бумажке не нарисуешь и не пойдёшь к нему подписывать. Вот это глупо на самом деле. Как вот эти пиратские печатки непонятные. Купи вещь действительную. Вот единственный минус, который я вот уже... Если он опять повторится, это будет ну очень как-то глупо. Со стороны организаторов. Очень глупо. Постоянно там какие-то проблемы. А так, конечно, я бы не против посетить комик-кон на один день. Несколько я бы на все выходные не поехал, а на один бы съездил. Там на один билет... На один билет же. На один день билет всего лишь 1300 рублей. Вполне. Так, ну и фаст-аниме. Первый комикс, который я, в принципе, ждал. И очень ждал. Я от него жду что-то типа Скруджа Макдака в броне. Это... Нуарный Железный Человек. Вот мне было очень интересно, как бы, прочитать его. Ну очень, потому что нуарная серия, она настолько неровная. Для меня, по крайней мере. Я не знаю, может, кому-то все нравится. Мне понравился только Человек-паук. Остальные, они постоянно какие-то скомканные. Написанные на скорую руку. Вот Паук еще более или менее, но он тоже скомканный. Дальше комикс, который выпускали к премьере Человека-паука. Так, Паучок, первый день. Доктор Дум на обложке, а сзади Зеленый Гоблин. Походу здесь все будут. Не читал, не знаю. Ну, арт неплохой, кстати. Я вот очень часто сталкиваюсь с таким дерьмовым артом. Такой студенческий стиль, я бы сказал. Вот, например. Не знаю, там блики есть. Неплохой арт. Даже здесь вот. Красиво вообще. Почитать, почитаем, потому что я все никак не добью. Совершенно, я уже в них запутался. Есть современные, есть совершенные. Дедпул. Я крутой, а ты отстой. Они у меня будут 20 лет лежать, не распакованные, сто пудов. Я помню, не один комикс, который пришел в пленке, я его не открывал. Еще Дедпул. Против Таноса. Теперь на этот раз. Как он жестко его троллит. И серебряный серфер, мирами разделенный. Я уже часто беру на заметку, на самом деле, пора мне от Марвел отходить. Потому что все, что издается у нас, с редким исключением от Марвел, это просто полное Г. Вот откровенно, не в обиду издательство. Я прекрасно понимаю, что им надо зарабатывать деньги, чтобы выпускать что-то годное. Но это ж такое, Г. Я это покупаю только для коллекции. Возможно, когда-то придется от этого избавиться. И они будут первыми после Баббл, которых я несколько купил, и у меня теперь Фурия лежит. Потому что что-то... Есть действительно серьезные вещи, которые приятно читать. А есть... Ну на раз. Так, и последнее. Это тоже, в принципе, было причиной задержки выхода от Крывашки. Я получил вторую часть посылки по одному прекрасному бельгийскому журналисту. Спасибо человеку, который согласился мне растянуть срок продажи. Я с ним договорился, что напополам за доверие ему спасибо, что срок будет такой, что я за два месяца выкуплю у него эти... Сколько получается? 18 комиксов по 9 штук в месяц. Потому что сразу бы я не потянул. И таким образом я собрал всего тинькина, что у нас издавался. Ох-ох-ох-ох-ох, вот такая коробочка. Непонятно из-под чего. Ну да ладно. Какая-то чертежная ерунда. Насколько я помню, парень этот, он сисадмин. В прошлый раз он, я помню, что-то... А, из-под рукопитания или из-под чего-то коробка была. Но он молодец. Он пакует на совесть прямо. Оп! И вот они прямо у нас показываются. Последние книжки по тентину. У нас, к сожалению, не была издана книга о приключениях тентина в Советском Союзе. Ну, говорят, что там свои имели место предрассудки. В принципе, мы у Ирже во многих книгах видим, что он описывает людей так, что... Просто навсего... Как вот, я не знаю. Не знаешь ты человека, но ты о нем говоришь. И вот он нации некоторые описывает именно по слухам. Как будто вот... Он был человеком, на которого легко повлиять, на мировоззрение которого легко повлиять. Вот сказали, он плохой. Значит, он плохой. Значит, вот про него сказали точно. Вот. Обещали как-то рассматривать, но что-то все утихло. Потому что с тентином была интересная ситуация. Его то издавали. Потом как-то был перерыв. Уже боялись, что не продолжат. Продолжили. И вот первое. Ну, это не первое, соответственно. Первое, что я достал. Тентин в стране черного золота. Далее. Драгоценности Кастафьёры. Оп. На самом деле, я вот еще находился в поисках хорошей игры по Тентину. И таких нету фактически. Кроме Единорога, который вот вышел по фильму. Ну, фильму, компьютерному фильму Спилберга. Рейс 714 на Сидней. Так, ну что. А, я думал, кусок скотча прилип. Это пленка. Тентин, путешественники на Луне. Мне прям повезло, действительно, с этим продавцом. Потому что, во-первых, он их продавал по 200 рублей. А это дешевле, чем ТПБ. Так-то они стоят 350. И получается так, что я... Первый пункт назначения Луна. Первые несколько книг я покупал по Тентину. Тоже с рук, многих барахолки. И они мне тоже обошлись 200 рублей. Потом несколько я покупал по скидке в Читай-городе. Там они мне, по-моему, по 300 обошлись. И я встретился... Наткнулся на этого парня, который продавал Тентина. Семь хрустальных шаров. И купил у него последнюю часть также по 200 рублей. Сейчас, кстати, выходит Астерикс и Обеликс. Я думаю, я до него тоже как-нибудь доберусь. Но уже тоже с рук. Потому что у него, по-моему, формат практически такой же. Храм Солнца. Кстати, по Храму Солнца есть игра, но она ужасна. Она есть на PC. Ой, не вспоминать. Это такая же ужасная игра, как Тентин в Тибете на Сешке. И она, в принципе, и там, по-моему, и на PC она есть. Их сделали в одном жанре. Тентин и скипетр от Токара. Все. И теперь вот Тентин буквально у меня есть. Весь. Он стоит за артбуком. Там артбук еще, человек-бук, стража. Вот они все разноцветненькие стоят. Теперь Тентин весь есть. Это тоже, можно сказать, ну как, законченная серия, по сути. На нашем рынке, по крайней мере, на русском. То, что издали. Вот. Ну и все. Я должен был в конце показать видеомагнитофон, но с чего началась распаковка? Понятно, да, что теперь без видеомагнитофона никакого особого заключения не будет. Сейчас в доставке находятся еще несколько посылок. И по одной из них, наверное, да. Да, по одной из них будет онлайн распаковка и тут же юзание того, что находилось в этой посылке. Это будет, наверное, вот на предстоящей неделе. Может быть, в пятницу, ну скорее всего в пятницу, потому что в течение недели я как-то занят на работе. И потом уже после работы не очень-то хочется. Ну, там в зависимости от загруженности. И мы с вами заюзаем то, что будет в этой посылке. В принципе, кто придет, сможет. Сделаем какой-нибудь рандом, который будет зависеть от зрителей. Они будут уговорить, условно говоря, пускай это будет цифра какая-то. И мы будем из этой посылки выуживать. Посылка на одну тематику. И юзеры будут говорить, а я буду выуживать из этой посылки по одному. Там 20 предметов. И мы будем их разглядывать, условно говоря. Ну и на этой неделе, сегодня уже 27 число. Получается, 30-го я, наверное, буду делать уже следующий заказ на сентябрь. Чтобы на следующую открывашку по комиксам. Сейчас вот очень бесячая вещь. Я жду, от фанзон никак не появится в продаже гамбит. И это стопорит на самом деле весь заказ. Я пытаюсь на озоне уложить все в одну посылку. И гамбита нету. И вот если бы я знал наперед, что до 31-го числа его не появится. Я бы уже заказ оформил. И его бы прислали уже там в середине. Так же и на фастаниме. На этой неделе, кстати, вышел, наконец-то, второй том спаун. Он у меня тоже в предзаказе висит. Но его еще не выслали. Потому что у меня в одной посылке находится спаун. Делюкс Саги. И райская кукла. Она выйдет только 31-го числа как раз. Вот я и жду, когда посылка будет сформирована и отправлена. Мы ждали спауна, наверное, еще с июня месяца, когда Бигфест был. Я все думал, и он там будет. Ну и, в принципе, все. Больше ничего не предвидится. В ближайшее время до, наверное, вот как раз этой недели, до конца этой недели. Обычно же в пятницу стрим какой-то игры. И вот в этот раз будут такие. Онлайн-открывашка. Это будет первый выпуск онлайн-открывашки. С вашим непосредственным участием. Как в выборе очереди доставаемого из посылки. Ну и все. До встречи. И увидимся на онлайн-открывашке на этой неделе. Спасибо. Пока.